всем привет девчонки всем привет привет подождем чуть-чуть когда присоединяться и так сегодня у нас с вами эфир на тему животные так как вы заказывали и выбрали вы сегодня ли у девчонки немножко подсел голос потому что у меня всегда так после пятидневного базового курса очень много приходится говорить и голос немножко садится рисовать будем мы животных будем рисовать леопардика вот такого леопардика будем рисовать сейчас я жду когда присоединится больше народу все видно и слышно прекрасно так замечательно и у меня еще для вас будет новость девчонки все кто записан ко мне на живые курсы включая по 5 число нам пришлось отменить все живые курсы за ситуации с коронавирусом с 28 апреля ой с 28 марта по 5 апреля включительно для голоса теплое молоко максимум молчание даже не слушаем музыку в моем случае это очень тяжело потому что молчание это точно не для меня вот на самом деле тяжело потому что после пятидневного курса у меня еще был целый один рабочий день с двумя моделями и сегодня весь день у меня были съемки и вечером еще эфир и завтра мне опять съемки и отдохну я только получается в субботу и воскресенье так как вот отменили курс у меня будет выходной но чтобы мы с вами это время не теряли даром я решила в эти все выходные дни максимально нет у нас до 5 карантина 24 с 28 марта по 5 апреля пока у нас такое распоряжение и все кто записан на мои живые курсы или на другие курсы в наши школы вас обязательно повезти от своими свяжутся вам предложат переписаться то есть какие-то варианты вот и я надеюсь что все мы войдем в данное положение в данную ситуацию все страдаем сентябре октябре я вообще не представляю как работают учителя в школе когда много детей я своих двоих-то иногда не могу успокоить приходится голос повышать а тут когда целый класс народу вот поэтому возвращаясь к теме карантина пока мы будем с вами на карантине я постараюсь максимально для вас делать его интересным и полезным поэтому буду выходить к вам в эфир и будем с вами рисовать будем с вами обсуждать какие-то моменты буду готовить для вас какие-то интересные посты я думаю что мы максимально полезно проведем эту неделю также естественно посвящу эти дни записи вебинаров чтобы обновить вебинар чтобы сделать их еще круче еще лучше чтобы сделать какие-то новенькие вебинары поэтому этот эта неделя будет вышло может быть я динамик немножко прикрыла поэтому эта неделя будет для всех для нас насыщен да извиняю девчонки ага прикрыла немножко шепчите мне терпение не хватает что касаемо касаемо своих детей мне терпения не хватает шептать что касаемо своих учеников то конечно же я не повышаю никогда курс вот на все простите пожалуйста просто закрыла до динамик в общем планов у меня много я надеюсь что все будет у нас замечательно с вами мы прокачаем свои знания и еще хочу сказать о том что связи с опять таки с карантином очень многие онлайн ресурсы различные школы не только ногтевые вообще различные да я на самом деле очень много беру каких-то онлайн курсов например по развитию там инстаграма по не знаю по этаке по какие-то психологические там моменты да вот и все снижают сейчас цены на онлайн обучение для того чтобы вы смогли это время провести с пользой если вы не сможете например попасть на живые курсы вы сможете купить онлайн какие-то курсы и пройти обучение то есть не терять время зря как раз таки время спасибо большое время которые вам сейчас дано на карантине вот этот небольшой до недельный перерыв он позволит вам прокачаться поэтому я думаю что вас обрадуют те скидочи которые мы также сделали на наши онлайн курсы я вам про них расскажу обязательно да я всегда сохраняю эфиры поэтому сегодня тоже не исключение если с интернетом и с телефоном все будет в порядке инстаграм не подведет нас то я конечно же все сохраню вот поэтому давайте сейчас начнем рисовать попозже еще поотвечаю на ваши вопросики и расскажу про скидки на мои онлайн курсы какие скидки сейчас у нас будут действовать чтобы вы могли проанализировать может быть что-то вам захочется купить и пообщаться и так переключая телефон сейчас я быстренько настрою камеру настрою можно недельно рисовать панточку давайте вообще у меня наследует следующий на очереди идет акварелька вы же просили акварельку вот я приготовила вам акварельку так то что я так вот вот так я думаю что хорошо видно по свету будет нормально как всегда отрисовывать мы начинаем с вами схему вот эту мордашку мы будем с вами рисовать это у нас будет леопардик с такими какими-то груз грустными глазками и так значит сначала я начну рисовать карандашиком и карандашиком будем переносить рисунок также на типс чтобы проще было перенести рисунок мы с вами немножечко его так это черная красочка сейчас это не было беленькая мы его также будем делить на несколько квадратиков чтобы нам было удобнее перенести эту схему я прям любой гель красочкой или гель лаком разделю сейчас на пополам вертикально напополам горизонтально мне нужно только а при общей какие-то черты будет перенести и еще напополам каждый из верхних квадратиков чтобы посмотреть где глазки где носик где ротик какие у нас параметры до чтобы не получилось так что рот большой глазки там а маленькие и так далее и я его разверну немножко более прямо так может быть и конечно скосила и не совсем ровно нарисовала вот вот таким образом мы с вами разделим и точно так же мы разделим с вами на листе бумаги мой ноготочек обязательно переносите схемку сначала на бумагу так вам будет гораздо удобнее перенести потом на ноготь вы хотя бы поймете в пропорции этой схемы если вы обратите внимание то носик расположен у меня под центральной линии мы всегда такие дизайны начинаем рисовать с вами от серединочки то есть надо начинать не с глазика не с ротика а именно желательно от серединочки так вам потом удобнее будет выстраивать симметрично композицию да то есть подниматься от носика вверх спускаться вниз носик у нас если мы посмотрим где-то примерно занимает до середины вот этих квадратиков если также намечаю девочки скажите вам нормально видно сейчас напишите мне пожалуйста видно посмотрите какой носик он как будто бы нам напоминает треугольничек но не сильно вот здесь вот ровненький да мы проваливаем слегка к центру эту линию дальше опять приводим к точке то есть смотрите здесь у нас есть небольшой право сейчас я вам поярче нарисуем вот смотрите вот сюда к серединочке нас есть небольшой провал дальше мы рисуем небольшое заужение к центру крылышки носика и дальше заостряем примерно вот так будет выглядеть носик пожалуйста не рисуйте нос вот таким треугольником не рисуйте нос вот таким расплющенным да посмотрите у него вот эти края они все мягкие округлые то есть они не острые я просто нарисовала остренько чтобы нам наметить а дальше мы все это дело смягчим немножечко и обрисуем более мягкими линиями здесь у нас ноздри обязательно рисуйте их симметричными ноздри можно закрасить нельзя нарисовать с одной стороны крупную с другой стороны мелкую здесь мы соблюдаем симметрию это обязательно дальше вот здесь на носике от носиков вот от этой точечки у него идут такие полосочки тоже их намечаем симметрично и посмотрите глазки начинаются где-то примерно вот здесь чуть ниже серединке данного квадрата как рисуем глаз очень важно самая часто распространенная ошибка когда рисует глазки животных они получаются либо слишком узкие вытянуты либо слишком круглые чем отличаются домашние и дикие кошечки не отличаются немножко пропорциями какие пропорции у домашних кошечек у домашних кошечек более маленький носик будет такой малюсенький носик небольшой носику домашних кошечек и крупные глазки вот это домашняя кошечка до с крупными глазками и с маленьким носиком так будет выглядеть у нас домашняя кошка чем отличается дикая кошечка у нее наоборот более крупный массивный широкий носик и малюсенькие не такие крупные глазки я сейчас не соблюдаю симметрию пропорцию какую-то между глазками носик то но вот это будет отличие то сюда у дикой кошечки вот эта часть мордахи крупная и глазки чуть поменьше у домашней наоборот глазки большие а носик маленький вот так вы сможете используя одну и ту же схему даже практически выполняете на тот же окрас нарисовать либо домашнюю такую до кошечку с такими огромными глазками либо вот такого более более хищного животного как леопард тигр и так далее дальше начинаем рисовать глазки глазки у нас выглядят таким образом верхняя часть она у нас идет вот таким домиком вот эту линию нарисуйте немножко более плосковатый не округляйте и сильно то же самое сделайте с другой стороны иногда даже можно эту линию немножко если вы хотите сделать более какой-то грустный вид глаз опустите ее чуть-чуть вот таким наклончиком вниз вот так вот и нижнюю часть мы прорисовываем округлую то есть вот эта часть это будет кружочек грубо говоря здесь такой треугольничек а здесь кружочек но надо сделать это симметрично поэтому проследите чтобы у вас глазки вот этот круглая часть находились на одном уровне на одной прямой линии мы будем это все подправлять конечно же поэтому также здесь высота должна проходиться примерно на одной прямой линии вот это и вот эта линия дальше внутри мы нарисуем зрачки и у нас смещается к верхней части глаза вот таким образом ну и будут здесь у нас естественно такие блики в глазках радужная оболочка который мы прокрасим сделаем такую необычную да вот примерно таким образом здесь мне не нравится что вот эта линия слишком выпуклая я буду сейчас перерисовывать опять когда мы переносим это только намёточка дальше мы будем все это исправлять когда мы будем заполнять наш рисунок цветом тогда мы все это дело с вами и исправим так дальше теперь нарисуем нижнюю часть ротика она у нас начинается от серединочки очень коротенькая и улыбочку нас немножечко опускается вниз то есть мы не просто прямо проводим а слегка наклоняем вниз и рисуем достаточно широкую часть мордочки видите что она мне заканчивается где-то примерно в этом месте и массивная верхняя часть соединяем то есть наша задача вот нарисовать симметрично вот эти пропорции чтобы глазки были недалеко от носика в это перенесете с помощью клеточек чтобы ротик вот эта вся массивная до часть тоже она вот здесь у нас немножечко повыше уходит присоединение не вот в эти точки будет а буквально на миллиметра выше ведь я намечаю карандашиком а теперь я беру уже маркер и маркером прорисовываю так как мне надо и также будет у меня на схемке мы сначала наметим карандашиком а потом уже когда будем заполнять мы будем прорисовывать так чтобы нам было более симметрично у нас брюшки вы обязательно себе несколько раз отрисовываете съемку и потом вы переносите на типс если вам съемка на бумаге не нравится прорисуйте еще раз и и вот это основное что нам нужно сделать дальше уже пойдет все гораздо быстрее и проще это самое сложное ну конечно вы должны посмотреть чтобы лобик у вас заканчивался не на самом верху да иначе будет очень высокий лобик то есть я смотрю что где-то примерно на середине вот этой линии тоже не рисуем сильный провал здесь но и ровную линию не ведем так как все-таки голова имеет у нас неровный контур изгиба то на соседнем типсе у нас перенесется ушко но я перенесу уже на этот тип всегда также аналогичная себе просто намечу откуда у меня так вот здесь вот линия идет я продолжаю эту линию и также провожу еще вот эту линию и вот эту линию просто себе наметила и сделаю просто зеркально с другой стороны это все так так и так то есть примерно где-то вот в этом месте где закончилась голова у нас продолжается ушко ушко проваливается ли не чуть вниз округляется и здесь у нас продолжение головы щечка его щечка также мы дублируем ушки можно рисовать как вверх так и вниз так здесь у нас еще идет одна линия подворотик щечка и с этой стороны естественно у нас идет продолжение это подбородочек ну и дальше пошла шейка в принципе иногда ушко вмещается и здесь то есть вы можете начало ушко наметить цветы уже на этом типсе да то есть все будет очень индивидуально это зависит от ширины ноготочка клиент может быть у вас поместится все вот дальше что у нас еще есть у нас есть естественно различные пятна которые будут хаотично расставляться но есть еще на переносице вот такой рисунок рисунок виде треугольничка мы его с вами вот здесь вот наметен но ярко обрисовывать его не буду и потом мы его очень нежненько плавненько нарисуем ну и конечно же у нас есть усики которые у нас будут потом нарисованы вот в целом примерно будет так выглядеть у нас именно дикая кошечка и повторюсь хотите нарисовать домашнюю уменьшаете примерно в два раза носик и увеличивайте примерно в два раза глазки у вас получается домашняя кошечка съемка у нас есть теперь мы переносим на тип смотрите я не буду делать никакой фон можно конечно сделать какой-то определенный фонда но в целом если вы будете рисовать на клиенте уже очень красиво очень странно потому что на бумаге у меня обычно получается очень некрасиво я бы сказал у меня вообще с бумагой не любовь то есть я на типсе лучше рисую чем на бумаге вот и когда я рисую на доске это получается вообще просто какой-то ужас что мне тоже просто стыдно мне кажется что когда я начинаю рисовать это под схемой люди смотрят и думают боже мой что это за ужас такой что и чему она сейчас меня будет вообще учить рисовать на вот но на самом деле просто я лучше рисую именно кисточками чем фломастерами карандашами или чем-то еще ручками например я забачила поверхность типсика фон мы всегда можем добавить после уже рисунка то есть например вы видите что здесь почти весь тип закрыт рисунком только сверху у меня фон я могу просто его отдельно потом закрасить в целом на клиенте обычно все это уже занимает у меня голова тигра то есть полностью закрывает поэтому можно фон не делать да можно сделать потом здесь так как ушка на градиенте то конечно удобнее сначала сделать градиент и потом перенести сюда уже фон вот замокировала поверхность чтобы также перенести рисунок и делю карандашиком сейчас я карандашик слегка подточу он у меня такой достаточно сейчас не остренький тупой поэтому я его аккуратненько и станчу заточу вот так вот на бафики он будет гораздо лучше рисовать так ну что намечаем также себе делаю тоненько тоненько не надо прорисовывать жирных линий вы себе просто наметьте контур еле-еле чтобы вам было понятно примерно на одинаковые квадратики поделили и также начиная от центральной линии мы начинаем переносить наш рисуночек любом случае если ноготь маленький вы можете сместить носик ниже да и пойти рисовать чуть чуть ниже так вы поместите рисунок на маленькую длину ногтя то есть мы можем всегда снизу немножко если что вот так вот убрать и оставить например рисунок вот таким но сверху сильно убирать не рекомендую то есть если нога совсем маленький можно чуть сверху чуть снизу и все но это тоже будет красиво на маленькой многоточки так носик я сначала себе я сначала себе определяю ширину ставлю здесь точки ставлю здесь точку если будет плохо видно буду уходить из камеры пожалуйста пишите и намечаю дальше рисую две линии сводящие и закрываем носик наш рисуем ноздри достаточно я не стараюсь нарисовать супер как-то идеально я стараюсь просто примерно наметить идеальное буду делать потом когда буду заполнять цветом дальше я рисую две линии от крыльев от верхних уголков носика это переносится и рисую глазки глазки я рисую до верхней линии доходит у меня я делаю такой домик треугольничек и закругляю с другой стороны я буду обязательно переносить одинаково так смотрим если что у вас есть еще ну клейте слайдеры слайдеры никогда не не будут смотреться как рисунок такого слайдера вы не найдете это все фото печать и это не выглядит таким живым таким действительно объемным красивым слайдер это слайдер но клейте а мастера который рисует у них выше уровень гораздо и они больше зарабатывают потому что могут не просто слайдер приклеить а могут очень дорогую красивую роспись делал своему клиенту предложить так наметили обязательно проверили вот ты эту линию чтобы у вас глазки были на одной плоскости далее давайте нарисуем сразу ротик никто же никого не заставляет рисовать если вам это не нравится так не делайте а а кому нравится тот всегда найдет и возможность предложить клиентам и заработать на этом и для души порисовать и развить себя так 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 нарисовала нижнюю часть так ну что все с этим я пока заканчиваю переношу сейчас я ну давайте вот здесь вот буквально подбородочек сделаем голова и перенесем на соседней типсе кружка давайте также слева это будет но это механический карандаш куплен в обычном магазине опять-таки переношу центральную линию ты эту линию намечаю себе и вот эту линию и смотрю так это может на использовать абсолютно любой карандашик простой механический главное чтобы он был мягкий чтобы ему удобно было нарисовать и щечка щечка вот таким образом так проверила чтобы это было у меня на одной линии конечно и с другой стороны вы также можете нарисовать щечку листиками тоже может быть нарисуем если будем успевать ну что вот так будет у нас выглядит схемка все лишнее вы можете стереть можете не стирать если тонко нарисовали можно вообще не стирать потому что материалом и сейчас все будем заполнять ну чтобы вас не отвлекали эти линии можете немножко их почистить просто окрас у леопардика будет бежево-коричневый конечно же нам здесь потребуются какие-то коричневые оттенки меня будет цвет романа от вог сколько у меня стоит такой дизайн у меня сейчас не стоит нисколько потому что я не рапирую клиентов но когда я работала с клиентами я брала с какие дизайны ну то есть я не рисовала на одном ногте просто морда это была композиция дата с композиции например на двух ноготочках или на трех ноготочках я могла брать 800 рублей за композицию могла тысячу брать добрый вечер как рассчитать стоимость такого роз по такой росписи смотрите именно себе стоимость такого дизайна она очень низкая потому что вы работаете гель-лаками расход очень маленький по поводу расценок на такую роспись у всех индивидуально это зависит от вашего опыта от уровня вообще ваших работ от того где вы работаете какие у вас условия то есть это любом случае рассчитывается из многих факторов от времени какой вы потратили на какую роспись и так далее но ручная роспись она не может стоить дешево ручная роспись не может стоить я считаю меньше чем там 200 рублей вот я считаю тогда и тут уже конечно многие скажут да у меня клиент за каждый 50 рублей то это же время конечно вы рассчитываете свое время в основном вы как раз таки и оцениваете свое время например если вы маникюр выполняете за тысячу рублей и делайте его два часа значит один час работы будет стоить у вас 500 рублей а 30 минут ваших вашей работы стоит 250 рублей если вы потратили 30 минут на данный рисунок значит ваш ваши 30 минут они стоят 250 рублей то есть минимум вы должны взять чтобы вам было интересно это выполнять 250 рублей а если вы хотите зарабатывать на дизайне потратили 3 30 минут а взяли уже 400 рублей за такую за такой дизайн конечно ваши клиенты которые делают за тысячу рублей маникюр они наверняка не готовы будут платить 400 рублей поэтому здесь опять таки есть такой момент что если вы клиента своих не выводите на более высокую цену пилите за копейки то они никогда у вас не будут делать в принципе росписи для них подходит больше что-то легкое простой за что вы возьмете 100 рублей например слайдер да это дорогой продукт это не на каждого поэтому здесь нужно оценивать поэтому я и брала то есть я могла взять 500 рублей за ноготь да я прорисовала например 15-20 минут брала 500 рублей мне это было выгодно то есть это время я тратила с радостью потому что я знал что я нормально заработаю и мне еще очень нравится в принципе рисовать поэтому в принципе это любимое занятие за которое я могу заработать денежку например ну так вы можете рассчитать я возьму сейчас цвет за основу какой-нибудь бежевенькие правда я не знаю что мне тут из бежевенького есть палитры я собрала корзинку без лака не исполнит и вытащила принесла на кухню где у меня интернет получше но что-то даже не посмотрела если этот бежевенький какой-то оттеночек вроде какой-то был так то желтый ну потому что мне некуда принимать клиентов я занимаюсь обучением поэтому работать с клиентами просто некогда смотрите мы возьмем бежевый цвет в данном случае клеу из т 235 у меня и возьмем беленький цвет беленький так ну так же вы можете рассчитать сколько вы путь можете взять за френч сколько вы его выполняете также можно абсолютно рассчитать например я на френч ну я могу сделать френч во время однотонного покрытия могу провязать быстрее чем однотонное покрытие цен то есть если рассчитывать я могу вообще ничего за него не брать до с клиента но не брать за френч это неправильно поэтому я брала всегда и всегда была в плюсе поэтому любил его делать так так теперь мы берем наш бежевенький оттеночек и начинаем заполнять смотрите какие нас выступающей частью морды вот что к нам ближе всего естественно это вот эта часть после носика поэтому закрываем бежевым цветом все что выше носика кроме глаз обязательно прикрывайте карандашный набросок не оставляйте контур с поверх краски то есть краской прикрываете немножко карандашик плотненьким слоем нужно закрасить да это действительно рисовать на ногтях это очень интересная работа никто не говорит что это легко но всему можно абсолютно научиться если есть желание и на самом деле не все так сложно как многим кажется если вы попадаете на правильное обучение если вам действительно правильно все объяснят расскажут вы поймете технику поймете смысл узнаете про построение композиции про светотени про цветовой круг про то как держать кисточку эти краска убегает от карандашика такое случается поэтому я аккуратненько добавляю еще раз то в целом знаете не всегда казалось что роспись это не для меня что это очень сложно и что это могут делать только художники то есть люди с художественным образованием и на самом деле все мы все можем швейцария привет царя как там у вас скажите пожалуйста с коронавирусом обстоит дело у вас тоже карантин вы тоже там под под замком все сидите смотрите я не закрашиваю саму мордашку но закрашиваю немножечко еще шей куда то есть под подбородочком подбородочек у нас тоже будет беленький а вот здесь вот шейку мы закрасим только не делайте очень жирный слой во первых он не просохнет во вторых нам не нужно создавать большой объем я вас полюбила за вашу доброту спасибо вам большое и еще раз вот здесь вот прокрашу потому что опять убежала краска все закрасили здесь важно тоже закрасить симметрично и вижу что у меня вот этот глазик получился чуть-чуть как бы побольше его тоже закрашиваю чуть снизу хорошо помиризуем лампе так как цвет плотненький вы знаете что пастелька не сюда хорошо сохнет отправлю просушиться на 30 секунд теперь мы с вами закрасим белым цветом вот эту часть мордочки то есть вот это вот это и подбородочек мы закрасим белым цветом глазки мы будем закрашивать с вами желтым неоновым цветом поэтому я сразу на капу сюда спасибо большое я накапаю желтый такой лимонный яркий очень люблю яркий желтый неон в глазках он сразу же так освежает делает глазки более такими яркими поэтому именно не пастельный желтый не какой-то там классический а именно не он и желательно в такой знаете холодный в италии до 3 апреля карантин но будут продлевать да конечно это прям совсем печально потому что очень уже многие страны сильно пострадали я не думаю что у нас тоже будет все-таки карантин но дождались мы номер желтого этого к нэйлс у мы заполняем глазки когда заполняете следите за пропорциями за симметрией нельзя сделать один больше 1 меньше дальше беленьким цветом мы закрашиваем если растекается аккуратненько можно почистить сушить в лампе буквально зафиксировать на пару секунд так дальше беленьким цветом мы заполняем мордашку я сохраню эфир обязательно можно заполнять частями сейчас мы заполним с вами частями мы заполним верхнюю часть мордашки чтобы вы видели где у нас нижняя часть что потом легче было прорисовку делать и нижнюю да кстати спасибо за такой вопрос я не показала кисточку это колонковая кисточка нолик от эти калинске dk 13 и рублев извините пожалуйста совсем вылетел из головы показать вам кисть но это просто усталость за все последние 7 рабочих дней которые у меня были поэтому я немножко торможу чуть-чуть сижу на ферта я обещал еще на той неделе вам поэтому не смогла не смогла не выйти как-то не тут мешает мой штатив под рукой так чуть чуть выше поднимаем и смотрю опять на симметрию с двух сторон подняла выше давайте зафиксируем сейчас в лампе тоже белый плотный просушу 30 секунд так конечно же мне потребуется черный черный мне будет сейчас гель-краска причем подойдет любая как с липким слоем так и без липкости потому что мы будем прорисовывать у сейчас делать глаз и материал не должен быть очень жидкий поэтому лучше не гель-лак черный а гель-краску лампа положила включить включил сижу такая жду молодец все по тому же принципу вы можете рисовать птичек любых абсолютно животных также перенося просто рисунок один в один абсолютно сушу подольше то что обычно потороплюсь вытащу раньше у меня не просыхает и будет обидно если рисунок сморщится исправить это можно но все равно это придаст уже объем чек а поэтому лучше подождем чуть-чуть дальше теперь мы берем закрашиваем нижнюю губку так можно немножко не доводить до верхней на страну будет 7 оставить между ними прям малюсенький провал чита покажите как рисовать вензеля но не в этом эфире а вообще эфир можно сделать конечно же по вензеля дальше я возьму немножечко добавлю вот такого тепло коричневого цвета в наш бежевый оттеночек а даже давайте нет сделаем этим коричневым цветом полностью наш носик делаем по-другому чуть-чуть закрашиваем носик и вот здесь опять следим за симметрии девочки скажите вы уже закупили продукты на неделю будете сидеть дома как у вас кстати запись у клиентов клиенты уже отменяются на следующую недельку или они все-таки придут к вам закрыли мы носик и можно немножечко добавить же оранжевый такой неоновый оттеночек вот сюда во внутренние уголочки глаз вытираем кисточку и слегка растушевываем границу по кругу делаем все симметрично то есть насколько по верхним добавам в правом добавили столько и в левом добавляем номер нолик подойдет также единичка подойдет также полтора и два ноля можно так растушевали немножечко отменила всех клиентов то есть вы будете дома всю неделю я думаю что клиенты бы сами тоже начали отменяться лучше конечно всем все-таки перестраховаться и действительно просить посидеть дома чтобы это никак дальше не усугубилась у нас так растушевала рыженькие в глазки цена курса девочки сейчас всего 900 990 рублей так как мы скинули цены на онлайн-курсы связи с этой эпидемией связи с карантином и решили сделать более доступными наши онлайн-курсы и пока цена снизилась цена на курс животные пока сейчас девятьсот девяносто рублей вместо 1200 рублей закупили клиенты затихли до сидим дома без работы ченки пока сидите дома учитесь читайте книги интересные по развитию себя в инстаграме берите онлайн-курсы когда у вас еще будет время поработать вот так вот над своим развитием обычно клиенты 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 что даже мы не успеваем иногда на курсы сбегать то берем покупаем онлайн и смотреть иногда некогда потому что клиенты это сейчас надо пользоваться возможностью и заниматься дальше беленьким цветом я рисую подбородочек также закрашиваю на самом деле это не так долго девчонки когда вы это делаете с клиентами обычно вы на 2 ручки тоже делаете какой-то дизайн да поэтому все вы делаете в параллель подбородочек и добавим черные зрачки смотрите зрачки у нас будут нарисованы во внутреннем уголке но вы должны оставить радужную вот эту оболочку вот с этим градиентом из рыжего в желтый чтобы он был заметен то есть зрачок не на весь класс так смотрите добавляем зрачок сразу просто меняется картинка да я буду по максимум стараться для вас какие-то эфиры делать в это время чтобы вам не было скучно но и также обратите внимание на онлайн обучение это очень сейчас эффективно и очень круто вас прокачает у вас как раз время есть все отработать очень важно нарисовать с другой стороны точно такой же кисточка у меня рублев нолик колоночек так ну что уже похож уже больше становится похож хотел сказать на человека немножечко почищу здесь лишнее так на что отправляем его сушить в лампу далее мы все заполнили мы заполнили наш весь рисунок на одном типсике и конечно же нужно заполнить на другом типсике на втором типсе мы закрываем бежевым цветом заполним ушко более темным бежевым оттенком мы заполним с вами внутреннюю часть ушко но это будет уже отдельная история сначала мы верхняя часть ушко щечку заполнили обязательно берите два типсика и вместе бессимптомные случаи то конечно следите за своим вторым всегда нужно так прекрасненько сушим и для того чтобы заполнить внутри ушко мы помешаем с вами вот этот вот более темный оттенок и вот этим цветом заполним внутреннюю часть ушко так я надеюсь что у меня подсох на то есть оттенок должен быть тот же но чуть темнее на несколько тонов сушим нет я считаю что на другой руке не надо повторять точно такой же дизайн сейчас так уже никто не делать можно поддержать на второй руке эту тему например просто листиками можно листики какие-то сделать можно вообще просто на одной ручке это сделать на второй руке можно какую-нибудь накрустацию добавить то есть не нужно один в один рисовать на двух ручках с рисовашками свередки дальше все у нас теперь есть закрашенный полностью наш рисуночек и теперь мы будем прорабатывать линии мы возьмем тоненькую кисточку эта кисточка 50 от юли пили у меня пропитаем ее в черной краске и скрутим и буквально вот выжали всю краску мы с кисточки сохраним практически все 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 выжили оставили минимальное количество краски на кисти и начинаем прорисовывать все линии господи моя раковина заговорила периодически напитываем красочку наша задача прорисовать очень аккуратно тонко вот здесь постарайтесь между зрачком и линии не оставить промежутка то есть зрачок полностью верхнюю линию нас уходит нижнюю линию мы начинаем рисовать вот с такой точечки знаете как такой слезный канал вот если не мне будет чуть-чуть плотнее дальше обязательно сразу же прорисовывайте с другой стороны до глазки конечно же стали выразительные то есть смотрите я не прорисовываю сначала всю левую потом всю правую я прорисовываю постепенно сначала слева потом справа или сначала справа потом слева да неважно я делаю это симметрично то я сделала здесь делала здесь иначе я потеряю симметрию мизинчиком не забывайте упираться чтобы рука не дрожала добираю еще красочки конечно же контур придает выразительность и яркость поэтому тонкие линии это то что нужно каждому рисунку вы просто обязаны научиться рисовать тонкие линии так как это основа основ это просто для любого дизайна так как тонкие линии всегда делают дизайн более аккуратным завершенным более четким нет и кисточки не подстригаем не то чтобы я не люблю это дело я просто не вижу смысла зачем когда есть очень много хороших готовых кисточек зачем их стричь сейчас уже отошло то время когда была проблема с профессиональными кистями сейчас уже профессиональные кисти очень крутые и можно их покупать не выстригать сразу же ими рисовать так как не каждый мастер клуб круто подстрижет кисть рисовала с двух сторон ноздри они сейчас может быть не сильно заметно но видно ну нет видно вроде как видно так ноздри дальше смотрите мордажка начинается не с этого галочка чуть выше также прорисовываете с одной потом с другой стороны носик кисти очень хорошие от нео нейл у белье и ротик нижнюю губку верхняя нижняя тоже здесь может пойти асимметрия если вы где-то например с одной стороны жирненькую линию нарисовали с другой стороны линия была например тоненькая подбородочек здесь потом будет тени нас лежать там дальше я очень тоненько прорисую верхнюю часть головы так прекрасно и теперь сушим лампе посоветуете кисти ворс должен быть натуральным или неважно так ворс натуральный я использую для растушевки для заполнения цвета синтетический ворс я использую кисточки для прорисовки тонких линий по поводу кистей я обещала пост хотя бы там не набрали нужное количество лайков но все равно конечно же я его сделаю потому что я думаю что этот пост очень будет полезен многим мастерам поэтому я решила все-таки прямо на следующей недельке я его сделаю это пост по поводу какие нужны кисти для новичка покажу свою свою хотелось бы косметичку свой пенал с кистями и расскажу какие кисти нужны обязательно и какие для чего и как ухаживать за кисточками можно кстати эфир провести на эту тему так прорисовала и еще раз сейчас мы приложим посмотрим ну смотрите он уже похож да он такой пока на мультяш но похож вот знаете мультяхи они вот такие да меньше растушевок там тени если лежат они лежат графично вот похож мультяшкой когда мы растушевки делаем уже у нас оживает и похож становится на реального так сушим сейчас посушу это краска от на клапала а вообще неважно любая краска подойдет а лучше пост и эфир хитренькие вот такие так далее смотрите сейчас мы будем сначала с вами тенюшечки расставлять а потом светлые блики и желтые пятнышки для тенюшечки я буду использовать вот такой коричневый оттеночек но мы его намешаем с вами стопом то подойдет любой кажется на сейчас эфир выключится нас есть еще пять минуточек примерно так нарисовали дальше берем коричневый мешаем стопом и этот свет мы будем с вами укладывать вот сюда под шейку смотрите помните мы говорили о том что мордашка она объемная выпуклая до подбородочек он тоже нас объемный выпуклый соответственно под ними нас лежат тени положили тень поставь и чтоб вы в карантине не скучали поверьте я скучать в любом случае не буду мне просто не дадут и легкими движениями я начинаю растушевывать и кисточку вытер на взялась за границу и начинаю мелкими такими шажочками похлопывающими движениями растушевывать границу кисточку расплющиваю кисточка должна быть плоской если много можно всегда немножко даже подснять вот такой воротничок делаем тень под верхней линии наши этот же цвет мы положим вот сюда в провал вытираем кисточку и растушевываю да я слежу за временем я успею сохранить эфир растушевываю немножечко диагонально постоянно вытирая кисточку растушевываю новую границу то есть я оттягиваю кисточкой цвет вытираю заново оттягиваю 5 вытираем затушевать нужно до тех пор пока у вас не останется максимально плавного перехода ни в коем случае не оставляем забор может почему может не растушевываться либо очень мало топа густой материал либо вы работаете жесткой кисточкой либо вы кисточку держите не под тем наклоном кисточку я не меняла это нолик да то есть это все нолик у нас который мы наносили цвета все здесь используется только колонковый нолик и только тоненькая для прорисовки дальше смотрите вот здесь тоже под глазками у нас ведь как темные круги немножечко да вот такие но не совсем вот сюда под глаз уводим а наоборот вот сюда к переносицы уголочку глазика и вот по этой нижней линии прокрашиваем симметрично с двух сторон осталась одна минутка прокрашиваем здесь и здесь линия делаем их симметричные и растушевываем то без разницы у меня без липкости можно с липкостью сейчас я датушу и вот эти места и мы с вами выключим перезайдем их но в новый эфир чтобы дальше продолжить рисовать растушевываем мягенько мягенько растушевать нужно одинаково иначе будет с одной стороны много тени с другой мало это придаст рисунку асимметрию все эти счет гибели заходим